Как вы думаете, с какой периодичностью это стоит делать? Я еще раз, я не говорю, что это нужно делать, поскольку у меня одна подруга 15 октября умерла, провакцинировавшись, а вторая сейчас в тяжелейшем состоянии, провакцинировалась три дня назад. Я комментировать раз в полгода или еще чаще, раз в год, я не могу, зная вот такие примеры. Дайте вакцинацию, потом спрашивайте. Вакцины нету, я считаю так. А вы что-то изучали, смотрели? С кем-то с вами? Ну, я вообще-то изучаю, как бы в интернете, да, смотрю. Да, вакцина, она, наверное, будет помогать людям легче это все переносить. Напомним, сбои в сроках действия сертификатов вакцинации с года до полугода произошло накануне. Неполадка коснулась 300 тысяч россиян, в том числе и жителей Алтайского края. Люди напугались и экстренно. Уже спустя 4 часа прежние сроки действия восстановились. Общественники и врачи краевой столицы в курсе случившегося. Но утверждать о том, специально ли это было сделано, они не могут. А вот о том, с какой периодичностью нужно вакцинироваться, говорят, можно и каждые полгода. Но главное, чтобы вакцина была изменена и доработана под новый штамм коронавируса. Если мы угадаем вирус, в этом вся особенность в том, что вирус мутирует, белковую оболочку он меняет, он просто переодевается. И получается таким образом, что мы не знаем, с кем мы боремся. Пока избрали такую тактику, давайте будем чаще ревакцинироваться. То одна вакцина, то другая вакцина, то еще что-то. Короче говоря, это реальная жизнь. Чем больше и разнообразнее вакцины, чем больше будет прививаться, тем есть шансов, как принцип береженого Бог бережет. Алтайские инфекционисты призывают вакцинироваться каждые полгода. Но не могут гарантировать, что новые препараты будут доработанными и может ли в таком случае прививка быть надежной защитой для людей. Что касается сбоя системы на госуслугах, некоторые сомневаются в ее случайности. Развернутые мнения экспертов по этим вопросам мы постараемся дать в нашем специальном репортаже, который выйдет в эфир в ближайшее время. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.